Здравствуйте! В предыдущей передаче мы говорили с вами о путешествии святого семейства в Египет. Мы совершили вместе с ними путешествие из Вифлеема до Асьюта, где раздался голос, призывающий Иосифа, Марию и младенца, который уже подрос к этому времени и возмужал вернуться обратно на родину. Но в этом путешествии мы сознательно почти не говорили о том, сколько времени и где провело святое семейство на месте современного Каира. Не говорили потому, что это время и те церкви и монастыри, которые расположены там, заслуживают особого внимания, им и посвящена настоящая передача. Мы отправимся с вами сегодня в квартал современного Каира, который называется Каср-эль-Шама. Там находится Маргиргис, что в переводе означает Георгий Победоносец. И если вы сядете на метро в центре Каира, буквально от Каирского музея, от центральной площади Тахрир, освобождение, то буквально через несколько остановок вы и окажетесь на одноименной станции метро Маргиргис или Георгий Победоносец. Это древнейшее место в Каире. Каир не такой древний город по сравнению с египетской цивилизацией, насчитывающей три тысячи лет. Сведения о Каире мы находим где-то в девятом-десятом веке. А то время, о котором мы сейчас с вами будем говорить, здесь находилась крепость. Ее называли Вавилон. Не случайно. Она была основана выходцами из Вавилона. И в древности в этом месте проходил канал, который соединял Нил с Красным морем. Этот канал видел греческий географ Страбон, который посетил эти места в 25-24 годах до нашей эры. Именно здесь, в крепости Вавилон, находился один из трех римских легионов, посланных охранять Египет. Возможно, святое семейство выбрало это место потому, что считало его наиболее безопасным. Они полагали, что могут быть под охраной римских легионеров. Однако, по другим версиям, которые также существуют в копской историографии, дева с младенцем пребывали и в иных местах современного Каира. Тем не менее, именно с этим районом, районом Вавилона, или как его сегодня называют, Старый Каир, связаны основные предания о пребывании святого семейства. Согласно копской традиции, дева оставалась здесь более шести месяцев. В 30-е годы XIX века здесь побывали русские путешественники, и в частности Александр Норов, который оставил описание этого места уже полтора века тому назад. Он отмечал, что здесь находится южная пристань Каира, которая называется Миср-фустат. Миср по-арабски означает «каир», а слово «фустат» происходит от арабского слова «шатер» – «фуштат». Так назывался шатер арабского завоевателя Амра ибн Аль-Аса, который в 640-641 годах нашей эры завоевал Египет. И таким образом произошла важнейшая веха в истории древней цивилизации. Исчезает древнеегипетский язык, исчезает коптский язык, происходит смена религии, распространяется ислам, и смена этноса – арабское население. Как могло это произойти? Ведь крепость Вавилон считалась неприступной. Она была окружена огромным рвом, и вокруг этой крепости находилось 10 башен, составлявших крепостные стены. Были подземные ходы, и по тем фортификационным сооружениям оно считалось непревзойденным в древнем мире. Отряд Амра ибн Аль-Аса был весьма немногочисленный. И, тем не менее, произошло то, что произошло. Почему это случилось? Мы должны вернуться немножко назад в историю и вспомнить событие 451 года, а именно Халкидонский собор, который сыграл огромную роль в становлении христианства и, в определенном смысле, роковую роль в судьбе коптского христианства. В это время победила, после долгих христиологических споров, идея о том, что в Иисусе соединены два начала – человеческое и божественное. Восточные же церкви, коптская, армянская в частности, как это существует и поныне, признавали только единую божественную природу Христа. И, таким образом, Александрийские патриархи, которые по праву считали себя родоначальниками раннего христианства, и мы с вами уже говорили об этом и можем еще раз повторить, что христианство в Египте распространяется очень широко после путешествия святого семейства, исполняется библейское предание о том, что рухнут идолы египетские, и египетская земля поклонится Господу. Так оно и было. По всему Египту строятся монастыри. В Египте подвизаются крупнейшие христианские теологи, разрабатываются основы вероучения, появляются иконы, появляются церкви, символика христианская, и вдруг Александрийские патриархи, управляющие всем Египтом, оказываются как бы отодвинутым в сторону. На первый план выходит Византия, и даже патриарх некоторое время находится в изгнании. Этим и воспользовались арабские войска, договорившись с Копской общиной. Это был заговор. Они обещали возвратить Александрийского патриарха, возвратить ему все его земли и все владения, восстановить его былое могущество и поставить таким образом христианскую общину под охрану новых завоевателей. Так и произошло. Ворота несокрушимой Вавилонской крепости были просто-напросто открыты. Да, на некоторое время арабы сдержали свое слово, и Александрийские патриархи были возвращены, им были возвращены владения. Несколько десятилетий процветали монастыри, монастыри были освобождены от налогов. Нельзя сказать, чтобы завоеватели не сдержали своего слова. Однако через несколько столетий все вернулось на круги своя. Об этом мы будем говорить. Однако войдем сейчас внутрь древнего Вавилона, древней крепости. Здесь находятся самые древние, самые чтимые христианские святыни в Египте. Всего в Египте 20 церквей, построенных коптами и посвященным Господу или Деве Марии. Однако до сих пор, несмотря на различные споры и попытки объявить ту или иную церковь наиболее почитаемой, все равно главные богослужения и главные святыни находятся все же в Старом Каире. И мы начнем с вами сейчас это путешествие. Самый главный церкви из всего этого комплекса, церкви, которая носит название Абу-Серга. Абу – это отец, а Серга – это в переводе на русский язык Сергей. И таким образом эта церковь была посвящена святому Сергию и Вакху. По коптскому преданию именно здесь остановилась Дева Мария после длительного и достаточно опасного путешествия. Именно тогда, когда она вошла в то место, где сейчас находится город Каир. Повторяю вам, в то время города Каира здесь еще не было. Это была просто крепость Вавилон. Это место посетили монахи Макарий и Сильвестр в XVIII веке. Они писали, что стена уже развалилась, окружная стена, которая была в древности. Однако целые ворота, в которые въехали Мария, Иосиф и Младенец. И пишет, что в общей сложности они провели здесь, на территории современного Каира, несколько лет. А в самой церкви Абу-Серга они провели шесть месяцев. Это сегодня мы с вами видим церковь Абу-Серга, в которой можно увидеть много молящихся и в праздничные дни, и в каждый день. Здесь постоянно совершаются богослужения. А в древности это была просто пещера. Пещера, которая служила убежищем. Мы сейчас с вами посмотрим эту пещеру, вернее, не столько пещеру, пока что, а сколько вход в нее, поскольку впоследствии, когда устанавливались места посещения святого семейства в Египте, это место было занесено в число одного из самых главных. И над ним была сооружена вот эта самая церковь, о которой мы говорим. Если мы входим в церковь, то прежде всего мы попадаем в зал, где совершается богослужение. Напомню вам, что в коптской церкви существуют две половины, мужская и женская. И затем мы переходим далее в следующий церковный предел. И вот там, в этом пределе, построены вот эти ступеньки, которые вы сейчас видите. Эти ступеньки ведут вниз, в пещеру, где, собственно говоря, и проходило детство Иисуса. Вот сейчас мы с вами можем увидеть эту пещеру, в которой мы видим очень грубо наспех сделанные колонны. Их, понятно, они были поставлены для того, чтобы, безусловно, имитировать храм, поскольку даже пещера – это храм Божий, где совершенно необходимо присутствие колонн. И вместе с тем нужно было поддерживать этот свод. Эти места посещали русские паломники, начиная с XIII века. Ну, позднее уже, от XVII-XVIII века до нас дошли описания этих святых мест. И вот один из таких путешественников, Василий Гагара, первая половина XVII века, сообщал, он записал копское предание от живших там монахов, что здесь, в пещере, хранилась доска, по которой Иисус учился грамоте. Значит, мы можем уже посчитать, что мальчик более-менее подрос, и, согласно преданию, именно здесь его начинали уже учить в школе. Сама же, да, и что этот иконостас копты очень долго хранили. Их просили немцы продать, и в том числе просили эту доску продать. Но, как сообщает Василий Гагара, несмотря на то, что копты отказывались продать какие бы то ни было реликвии этой церкви, немцы их всё равно украли. Поэтому сегодня посмотреть на эту доску, равно как и на другие реликвии, невозможно. Сам по себе иконостас, как мы его застаём внутри церкви, представляет собой типичный иконостас коптской церкви. Он деревянный, сделан из твёрдых пород дерева, инкрустирован слоновой костью, перламутром, и представляет собой удивительное произведение искусства, характерное именно для коптского искусства. Это стилизованное изображение крестов. И получается таким образом общая стена. Вот сейчас мы с вами можем посмотреть этот алтарь ближе, как он выглядит. И мы с вами замечаем одну очень важную деталь. Это резные колонны и наверху такое полукружие в виде раковины. Это очень древние символы, символы раннехристианские, которые практически оформляются где-то в IV веке н.э. Именно здесь это единственная реликвия в этой церкви, которая относится к этим временам. А восходят они, безусловно, к I веку н.э. Только не сразу очевидно копты решились изображать то, что было сказано в предании. Напомню вам, что только в IV веке само по себе путешествие святого семейства было записано. Сам по себе план церкви Абу-Серго типичен для раннехристианских церквей. Самая ранняя дата ее основания восходит к VI веку н.э. Это трехнефтная базилика, из которых средний этаж выше двух боковых башен. Именно так строились первые христианские церкви. Ее высота 27 метров, ее ширина 17 метров. Нефы разделены 12 колоннами. Присутствие колонн очень важно в ранних христианских церквях и является прямым наследием древнеегипетского храма, где колонный или гипостильный зал был необходимой принадлежностью. Как правило, мы застаем коринфские капители в данном случае. Сейчас хочу вам их показать, чтобы вы посмотрели это ближе. Это колонны, которые сложились в конце, форма этих колонн сложилась в конце римского времени. И среди этих колонн одна из красного гранита, остальные из белого мрамора. В самой церкви пол был выложен из известняка. А та пещера, которую мы с вами только что видели, состоит из девяти колонн. И сама по себе крипта, то есть подземное помещение, находится на уровне десяти метров ниже улицы, по которой мы идем для того, чтобы войти в храм Абу-Серга. Вот мы еще раз на это посмотрим. Вот эти вот ступеньки и сам храм Абу-Серга. Надо сказать, что и для того, чтобы попасть на эту улицу, где находится храм Абу-Серга, нужно также спуститься примерно на 8 метров в глубину. Таким образом вы представляете себе древность этого сооружения и тот большой культурный слой, который нарос за это время над ней. То есть это порядка около 20 метров. Там, в подземном помещении, о котором мы с вами сегодня говорили, на самом деле два помещения. Здесь вот эта часовенка, которую вы сейчас видите, а за ней еще одно помещение, купальня. Это место известно еще и тем, что здесь совершал литургию евангелист Марк. А согласно коптской традиции в 62-м году нашей эры, здесь в Египте активно проповедовал именно евангелист Марк. И евангелисту Марку Египет обязан широким распространением христианства и утверждением этой религии на египетской земле. Здесь, в этом помещении, по преданию находился колодец, который соединялся с Нилом. И таким образом сюда постоянно попадала вода. Посмотрим еще раз поближе и увидим, что над алтарем имеется изображение бегства в Египет. И с этим местом было связано также предание о падении идолов, которое содержится в книге пророка Исаии. Было сказано, что падут идолы египетские, когда Господь вступит на эту землю. И римскому наместнику Египта, который находился в это время там, рассказали об этом. И римский наместник пришел в ярость. Он приказал искать это семейство. И все испугались, что повторится история с царем Иродом, и что, убежав со своей родной земли, они попадут в немилость, гнев и, возможно, казнь римского наместника. Именно поэтому дева с Иосифом и с младенцем укрывались в пещере, боясь того, что их найдут, и неизвестно, что с ними будут дальше. И действительно, то, что написано в книге Исаии, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем, было связано именно с данным местом. Продолжим сейчас наше путешествие по старому городу. Посмотрите, как выглядели эти места вскоре после того, как святое семейство их покинуло. Как мы с вами говорили уже в предыдущих передачах, все те места, куда ступала нога семейства, были освящены их присутствием и многие века после. И здесь начинали активно строиться храмы и монастыри, различные церкви, посвященные либо Спасителю, либо Деве Марии, либо Великомученикам. Образовались улицы, ведущие к монастырям. Над стенами, где жили монахи, где жили люди, обслуживающие монастыри, возвышались белокаменные церкви, так, как мы это видим сейчас. Как и в других местах, где распространилось христианское учение, в Египте, помимо общих христианских святых, известных во всем христианском мире, даже независимо от того, какой ветви христианства принадлежит та или иная страна, в Египте были свои христианские великомученики, те, которые пострадали за веру. И действительно, было за что страдать, потому что вскоре после того, как утвердилась власть новых арабских завоевателей, начались гонения на христиан. Гонения эти были при римских императорах. Они закончились после императора Константина, полной победой христианского вероучения, распространившегося в Византии, и землях, ей принадлежащих. Христианство победило и в Египте, но после арабского завоевания и монастыри были поставлены в очень сложное положение экономически, они не выдерживали конкуренции с тем, что предлагалось приверженцам мусульманской веры. Но вместе с тем были и среди арабского населения люди, которые остались неколебимо верны христианской вере. И вот в честь таких мучеников, которым предлагалась или смерть, или переход в ислам, также строились церкви. Это вот церковь святых Акбара или Аба Кира, отца Кира, и Джона. Однако, конечно, главным образом комплекс посвящен деве Марии, потому что именно она здесь провела самое трудное, самое опасное для нее время, потому что после длительного путешествия, после всех невзгод и трудностей перехода по Синайской пустыне, они оказались в месте, где им тоже угрожали, потому что римский наместник Египта не был доволен их присутствием. Именно поэтому несколько месяцев в одном месте, несколько месяцев в другом месте семейство никогда не имело покоя. И в честь этого великого материнского подвига девы строились различные церкви. На территории Старого Каира их две. Одна из них, вот мы сейчас ее видим, видим проход в нее, построена в очень древнем стиле. Мы здесь видим деревянные перекрытия, балки, которые поддерживают известняковые стены. Мы видим здесь окна, ставни которых сделаны практически тоже в арабском стиле. Это напоминают нам перегородки Машарабии, которые хорошо известны в исламской архитектуре. И только наверху шатровая башенька с увенчающим ее коптским крестом говорит нам четко о том, что здесь перед нами церковь. По-арабски называется Кениса. Кениса – это христианская церковь, и посвящена она Святой Марии. Ее называют иногда Дамширия, и расположена она к западу от мечети Аамра ибн Аса. Хочу вам сказать, что здесь, в этом месте, которое особо почитаемо христианами, была построена и первая мечеть на африканском континенте. Ее построил как раз арабский завоеватель, вошедший сюда. И сегодня это удивительное сочетание мусульманского мира, христианского мира и также дохристианской, иудейской веры, потому что здесь же, в Старом Каире, находится и синагога Бен-Эзра. Таким образом, уголок Старого Каира, где мы с вами сейчас находимся, можно сравнить по значению, пожалуй, только с Ярусалимом, городом трех религий. И этот квартал Маргиргис, где бывало святое семейство, по праву сегодня тоже можно назвать местом трех религий. Наверное, не случайно дева стремилась сюда вместе со своим мужем Иосифом Обручником, потому что здесь находилась очень большая еврейская община и одна из важнейших синагог. Это буквально в 50 метрах от того места, где они скрывались. И, возможно, это было тоже причиной движения святого семейства туда. Как бы то ни было, это место сегодня одинаково почитаемо представителями трех крупнейших религий мира. Но вернемся, однако, к нашему сюжету. Самое интересное и самое оригинальное по конструкции церковь называется «Подвешенная». Она также посвящена Деве Марии. Мы ее сейчас с вами увидим. Вот эта церковь. Она называется по-арабски «Аль-Малака», что и означает «Подвешена». Другое ее название – «Касрият ар-Рихан». Почему так произошло? Действительно, западные и восточные ее части, вот эти башни, которые вы сейчас видите на картинке, воздвигнуты были на двух бастионах римской крепости. А центральная ее часть, вы видите, поменьше, так немножко шатровый стиль и крест на ней, она оказалась действительно подвешенной. Она подвешена между двумя башнями. Как и в большинстве церквей такого рода, фасад был переделан. Некоторые части этой церкви датируются шестым веком нашей эры, но о некоторых на основании особого анализа можно сказать, что они принадлежат четвертому и даже третьему векам нашей эры. Церковь эта была воздвигнута, старая церковь внутри Вавилона, и она была разрушена Амром и Ассой как раз внутри, как раз между двумя бастионами стен, к которым она и примыкает. Основание покоится на аркадах, и отсюда произошло это название. Церковь очень пострадала в IX веке, в 830-849 годы нашей эры, когда начались гонения на христиан. А только в 1960 году раскопки, которые здесь производились, позволили выявить истинный план этой крепости. И он показал, что это типичная раннехристианская базилика. Согласно преданию, дева после бегства в Египет именно на этом месте впервые вкусила пищу. Это был плод финиковой пальмы. И по преданию она воскликнула «Боже, как это хорошо!» И в честь этого события именно в этой церкви каждый новоизбранный коптский патриарх совершает торжественную литургию первый раз в новом сане. Храм этот является духовным центром коптской общины и сегодня. Здесь имеется воскресная школа. Перед входом огромная икона, напоминающая нам о бегстве в Египет. И даже написано «Святая дорога в Египет». Здесь обозначен маршрут святого семейства, пролегавшие через Эль-Ариш, Вадина, Трун, Матарию, Мер, Дейр, Аль-Мухарак. И выше этой картины надпись из книги пророки Исаии. «Из Египта возвал я сына моего». Вот мы с вами сейчас вошли внутрь этой церкви. И мне кажется, что вы, наверное, смогли уже привыкнуть более или менее к тому, как выглядит коптская церковь. Посмотрите на эти колонны. Мы с вами видели подобные колонны в пещере. Храм обязательно должен иметь колонны. Это раннехристианский храм. Колонны в каримском стиле, заканчивающиеся листьями аканта с перекрытиями. Вот они здесь перед вами. Очень часто для строительства первых христианских церквей использовали колонны старых римских храмов. Перед вами царские врата, которые сделаны из дерева. И здесь мы видим с вами древние символы розетки, символы солнца. И врата закрыты занавеси с изображением Христа. И только лампа в центре типично арабская. Такие светильники распространены широко с древности и до сегодняшнего дня в арабском мире, в арабских мечетях. Круглые и вот с такими особыми лампами. Наверху мы видим дейсусный чин, выполненный в коптском стиле. И выше символ судьбы, символ Голгофы, как путь к воскресению. Посмотрим с вами еще поближе сейчас этот удивительной работой алтарь. Приглядитесь к этим изображениям и наряду с символами солнца, кругами, символами неба, вы увидите животворящий крест. Коптский крест, ранний коптский крест, тот, который изображался в плоскостном варианте. Мы с вами говорили о том, что кресты наверху коптских церквей двойные, чтобы их было видно и сверху, и снизу. А в плоскостном варианте это практически равной величины обе перекладины. Это старый коптский крест. И он удивительно органично вмонтирован здесь во всю композицию этого алтаря. Наверху вы видите в центре изображения Господа. И сейчас мы с вами посмотрим следующий наш слайд. Это полностью изображение крупным планом. Возможно, оно покажется вам несколько необычным. Тем не менее, оно выполнено исключительно в коптской традиции. Вы здесь видите изображение человека в такой как бы черной шапке. Ее и сегодня носят священнослужители на всем востоке. И в Египте, и в Эфиопии, и в Судане. И вот мы видим белую такую перевязь, проходящую через всю одежду Христа с крестами. И это фигура царская. Это одновременно образ спасителя и образ царя. Он восседает на троне и смотрит в вас на входящих в храм. В то время как другие фигуры, сейчас еще раз посмотрим эту композицию крупным планом, другие фигуры все показаны склоненными и идущими к нему. И больше выполнены даже с традицией фаюмского портрета. То есть со склоненной показаны, а не все со склоненной головой. Конечно, невозможно посмотреть все иконы, которые находятся в этой удивительной церкви. Но хотя бы еще одну это церковь, сцена крещения. Вы узнаете прекрасно эту сцену тут же. Вы видите Иоанна Крестителя, вы видите ситуацию, при которой произошло таинство крещения. Справа ангелы, присутствующие или гласящие с неба о замечательном событии. Вы видите голубя, то есть сошествие Святого Духа на Спасителя. И понятно, что водную среду, рыб, окружающих. Выполнено все в копской манере, немного может быть покажешь, которая вам покажется наивной. Это связано с пропорциями фигуры. Большая голова, очень маленькое тело, покатые плечи, из-за чего действительно ощущение несколько наивно детской фигуры, в то время, как ноги пропорционально обычным, обычной фигуре должны были бы быть изображены. Но таков уж стиль, таковы первые иконы, которые здесь в этой церкви мы видим. Далее святое семейство уходит в Маади, нынче это район Каира на востоке. Вот здесь тоже в память о пребывании девы. А мы с вами сейчас в оставшееся время нашей передачи поговорим о другом образе, который тоже был почитаем в рамках вот этого комплекса Маргиргис, и по имени которого сам комплекс и получил название. Это Георгий Победоносец. Здесь на территории Старого Каира находится монастырь, который носит имя Георгия Победоносца. Напомню вам эпизоды жизни Георгия. Он погиб между 303 и 305 годами нашей эры при императоре Диоклетиане. Это был воин римской армии, придерживающихся христианского вероучения. Его могила находится на территории современного Израиля в городе Лод. Там находятся его мощи. А в Каире, где по преданию жил и действовал святой Георгий, был построен монастырь. В этом монастыре сохраняются образы этого воина. Вы его, безусловно, хорошо знаете. Напомню вам, что этот образ Георгия Победоносца есть герб Москвы, столицы России. на древних иконах Георгий побеждает не змея, но побеждает дракона. Именно эта символика победителя. Раньше на этом месте, до того, как был построен монастырь, находился предел Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя также очень почитали здесь, в старом городе, в Мар-Гиргиз. А впоследствии, когда часть земли была передана под монастырь Святого Георгия, то эта часть стала пределом монастыря. Там находились даже часть мощей, и по преданию очень много неверующих обращались в христианскую веру при посещении этого монастыря. Монастырь был частично сооружен на широком основании городской стены и заключен в круглой каменной башне. Стены были обращены лицом к Нилу и к трем большим пирамидам, которые и сейчас можно увидеть из патриарших покоев, построенных внутри этого монастыря. Архимандрит Порфирий Успенский, глава русской миссии в Ярусалиме, говорит, что первое письменное свидетельство о монастыре он нашел в деревянной часовинке подле предела святого Дмитрия и иконы святого Георгия, изображенной на стене. Надпись гласила, что икона была написана по молитвенному желанию патриарха Иоакима в 7009 году от Адама или 1501 году по Рождеству Христову. Соответственно, к 15 веку монастырь приобрел тот самый облик, которым мы застаем его сейчас. Однако анализ сооружений показал, что самые ранние постройки относятся к 3 веку. Пребывая там, Порфирий Успенский обнаружил милостливые грамоты российских государей, жалованные этому монастырю. Монастырь был обновлен в 18 веке стараниями игумена Анфима и иждивением священного митрополита Антония. Церковь была перестроена блаженнейшим папой и патриархом Александром. В 1909 году здесь побывал крупный русский востоковед Тураев. И он описывал уже новую постройку, которая была сделана на месте старой с огромным круглым куполом. Там начинались службы. окончательно этот монастырь был завершен только в начале XX века. По сей день там хранятся мортиры святого Георгия. Это огромные цепи с такими оковами. И считается, что Георгий приносит исцеление. В основном он приносит исцеление душевнобольным. И даже существовали предания об одном русском пленнике, проданном в рабство турецкому султану, которого впоследствии выкупили за его приверженность к христианской вере и нежелание обращения в ислам, и который жил здесь в монастыре и был полностью исцелен этими веригами. Каждый день можно прийти сюда в предел святого Георгия и приложиться к этим веригам. Их одевают на шею, молятся они особо охраняемыми монахами этого монастыря. А чуть глубже находятся остатки мощей святого Георгия, остатки его руки, которые тоже особенно почитаются и сегодня коптами. и так много веков и уже второе тысячелетие идет сюда поток паломников, верующих коптов, верующих христиан всех конфессий, чтобы поклониться этим древним священным местам. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...